Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш Таро прогноз на следующую неделю. Мы посмотрим и проанализируем период с 30 января по 5 февраля 2023 года. Помогут мне сегодня в этом колоды Таро, кошелек или жизнь, а также Оракул, королева Луны. Смотрим, анализируем, делаем выводы. Итак, настраиваемся. Итак, позитив, негатив и совет от карт. Какова здесь ситуация в целом? Дурак, семерка чаш и десятка жезлов. Ну, как вам сказать, есть такая пословица на украинском языке. Дурному, но скучное самому. Ну, то есть, знаете, как из-за ваших мыслей, из-за того, что вы себя накручиваете, из-за ваших мыслей форм сами себе портите, отягощаете жизнь. В чем позитив здесь по этой ситуации? Наконец-то определиться, чего вы хотите, как вы хотите избавить себя от ненужной головной боли, проблем и тех обязательств, которые вы на себя взвалили. Под руку это входить в новую жизнь, в новое начало, в новые возможности. И опять же, дурак, семерка чаш и десятка жезлов. Ну, это, конечно, касается ситуации, если у вас уже взрослые дети. Перестань на себе тянуть лямку жизни ваших взрослых детей. То есть, они все свои проблемы должны решать самостоятельно. Я не говорю, что вы, как родители, должны полностью отстраниться и вообще об этом не думать, но это опыт, который должны ваши дети проживать самостоятельно. Если же арканы, эти будем рассматривать с точки зрения личной жизни. И, конечно же, проанализируем сейчас ситуацию для тех, кто у нас свободен. То есть, здесь пары царю жезлов – это максимум общения в социальных сетях, на расстоянии. И, знаете, такое общение, когда вы думаете, боже, зачем оно мне надо? Это какая-то лишняя головная боль, это очередной персонаж, который только вымораживает и делает вам нервы. Потому что, во-первых, знаете, вы осознаете, что человек скрывается за какой-то личиной, выдает себя не за того, каковым является. Я даже не в плане, знаете, каких-то вымышленных аккаунтов, а, ну, в принципе, подают ту информацию, когда вы ловите человека на лжи, на фальши, на обмане, осознаете, что, в принципе, нет в этом смысла. Если вы находитесь в любовных треугольниках, по тройке чаш, ситуация остается здесь без изменений, как были в любовных треугольниках, так и остаетесь. Но уже идут первые замочки и поползновения по поводу, а нужно ли мне все это, а не дурачить ли меня в этой ситуации, а нужно ли мне это тяжкое бремя, этого треугольника, это какой-то нестабильности, и вообще, каковы здесь перспективы, что здесь я получаю. Если рассматривать ситуацию для тех, кто у нас находится в стабильных связях, то здесь по аркану маг, это, знаете, так, все сам или все сама, я все контролирую, все процессы, дурак, семерка, чаши, десятка жерлов, это вот ситуация, когда вы на себя тянете все время, все проблемы, все ситуации, не нужно так. Здесь основная задача, научитесь распределять и делегировать обязательства между вами и партнером, это касается не только каких-то бытовых аспектов, это, в принципе, как распределение гендерных ролей в паре, это какие-то обязательства по отношению друг к другу, но и, в принципе, ряд и цепочка событий, которые вас не устраивали, и вы понимаете, что нужно это обговорить и расставить точки над ге. Именно вот такое поведение и поможет вам что-то поменять в вашем союзе, исправить это в лучшую сторону и, как следствие, облегчить вам жизнь. Поэтому, знаете, перестаньте быть в этом хаосе, все в ваших руках, вы все можете исправить. Если рассматривать данную триаду карт с точки зрения работы и заработка, и все время анализируем ситуацию для тех, кто у нас не работает, здесь по четверке мячей ситуация остается неизменной, поэтому вас здесь тревожит, как же себе облегчить жизнь, как сделать так, чтобы найти дополнительный источник дохода, но все, что здесь может быть, это только либо дотация на детей маленьких, ну там алименты или соц. выплаты, или финансовая помощь от взрослых детей, но не более того. Для тех, кто у нас ищет работу, тройка жезлов и перспектив много, но, знаете, такая позиция, поднимите мне веки, помогите, я не вижу, где мне нужно себя раскрыть и реализовать, потому что, по сути, вам может здесь нравиться много сфер, но по десятке жезлов вы здесь знаете, как забутыли ситуации, и туда хочу, и к умным, и красивым, а как поступить, не знаю. В плане трудоустройства, трудоустройства здесь нет, потому что вы пока не можете найти для себя ту нишу, в которой вы бы себя видели. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным работником, здесь по королю чаш. Вот мне не нравится здесь позиция, здесь такое желание быть дипломатом и быть для всех хорошим, и неумение говорить нет, потому что дурак, семерка чаш, десятка жезлов, я на себя все взвалю, всю тяжкую ношу и бремя ситуации, но никому не скажу нет, понимаете, вот это ваша позиция, быть со всеми в дипломатичных отношениях, она играет здесь против вас, то есть научитесь уже наконец-то быть хорошими для других, а жить в свое удовольствие, и тогда многие проблемы отпадут сами собой. Если рассматривать ситуацию для тех, кто у нас владеет собственным бизнесом, что здесь? Здесь по королю мече это проверки, это регистрации, это лицензии, это проверки не только от налоговой, это могут быть СССР, МЧС, все что угодно, исходя из специфики вашего бизнеса. Так вот, дурак, семерка чаш и десятка жезлов, это позиция, когда никому не доверяю, я все сам. С одной стороны, это правильно, это позиция управленца, но тем не менее, нужно искать грамотных помощников, которые бы все-таки часть ответственности брали на себя, вы бы контролировали только какие-то общие вазовые моменты, потому что физически все тянуть не сможете, и по королю меча это будет ситуация, которая вас разрушает. По состоянию здоровья, обращаем внимание на спину, опорный двигательный аппарат, потому что здесь, из-за малополбежного образа жизни, я не могу сказать за всех, но в большинстве своем, могут быть проблемы с этой ситуацией. Что в негативе? Король жезлов, король пентаклей, и у нас рыцарь чашу. Ну, для кого-то это, знаете, может быть ситуация, как я говорю, хоть разорвись, и к умным, и к красивым, это может быть попытки построить взаимоотношения одновременно с несколькими лицами, потому что, видите, здесь куплены все фигурные карты, поэтому здесь у нас на повестке дня представители огненной стихии, и земной, и водной, ну, то есть, будет социально ориентированной, ну, во-первых, можете устать от общения, от общения, это раз, от обязательств, от взаимодействия, от каких-то планов, концепций и так далее, потому что, говорю, по рыцарю чашу хочется быть со всеми в нормальных отношениях, но король жезлов, король пентаклей, каждый требует свое, и это вас, знаете, разрывает надвое. Вот здесь нужно немножко подумать о себе, о том, как сохранить себя, а не действовать или делать что-либо в угоду третьим лицам, то есть это очень важно. И если будем смотреть в плане совета и рекомендаций, туз-чаш, туз-чаш, это, ну, по сути, если вот напрямую такая рекомендация, делай только то, что приносит тебе удовольствие, приносит тебе кайф, зону комфорта и радость, потому что здесь, по этой карте, это упивайся новыми возможностями, наслаждайся жизнью, ищи радость в мелочах, получай удовольствие от того, что ты делаешь, как ты живешь, чем ты занимаешься, концентрируйся на позитиве, не бойся начинать новое, особенно то, чего давно хотел, к чему лежала душа. Вот это действительно, как бы не идите на поводу у ситуации, либо у третьих лиц, которые пытаются вами манипулировать, потому что сами себе отравляете жизнь и текущее положение ищи. Посмотрим с вами на акцент этой недели, что здесь будет. Какая у вас была, выпала карта, темная луна. Карта не указывает на застой, девушка здесь спит, отдыхает, в некой степени, можно сказать, восстанавливается. Почему? Потому что это карта опустошения, карта пустоты. Так вот, вас истерзала и отпустошила ситуация, ритм, в котором вы живете, в котором вы находитесь. Хочется выдохнуть, отдохнуть и как-то расслабиться, трансформироваться, выйти из этого замкнутого круга. Каким образом, я вам уже сказала, все в ваших руках. Самое главное, говорю, ваша задача, не бояться научиться говорить нет, кому-то отказывать, научиться делегировать свои полномочия или какие-то задачи, не пытаться на свою голову, на свои плечи взваливать все и сразу и, знаете, переживать за всех. Научитесь, в первую очередь, хотя бы переживать за себя и создать свою жизнь более комфортную, более счастливую. Тогда вы сможете помочь всем остальным. Вот такая неделя, вот такой прогноз, в любом случае, вам корректируют. Только, все со знаком плюс, пусть в вашей жизни исполняются только позитивные моменты, позитивные аспекты. Но вы, пожалуйста, мне по прошествии периода напишите, как для вас отыгрался данный расклад и данная информация. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. С вами не прощаюсь. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok